привет дорогие друзья вы на канале Ковымблог с вами Катеров Танки и сегодня мы с вами опять возвращаемся как то в Агрошен и в общем то попробуем тут одну такую фишку интересную под названием как быстро в общем картелям победить на карте battle size zero допустим армию сша вот такой своего рода трюк хитрый который можно проворачивать но это тактика в общем в первую очередь мы что здесь сделаем выбрали карту да поставили все настройки теперь ставим ресурсы на стандартные все это самое главное в данном случае стартуем значит когда мы начинаем игру у нас там 5000 нефтедолларов кидаем сюда быстренько нефтедобычу разведываем что можно разведать пока есть такая возможность пока противник не настроил всяких разных юнитов так раздаем команду спешить нам некуда ресурсов у нас не сильно много поэтому и у противника также сама поэтому в общем то делаем все вот таким вот образом так построился у нас первый рефинери так нас сейчас 2 300 ресурсов тем времена строится барак нам нужен в первую очередь ну во первых для развития дальнейшие дальнейших построек вот и сейчас мы будем занимать вот это здание вот здесь против армии сша он первую очередь пытается такой техникой поэтому повышников пазырка стрелков нам не надо особо много это против химеры в основном и плюс еще 2 банк нам надо захватить по ходу но и такая вспомогательная как бы задача вот сейчас мы быстренько кидаем еще один рефинери очень быстро это надо делать сейчас пока они еще за застраиваться на запас времени есть может летать там по кругу не имеет значения это пока что так здесь все теперь вот сюда отправляем дойдут не дойдут мы не знаем точно ну дойдут и хорошо не дойдут нафиг с ними так все построился у нас практически рефинери значит отправляем сюда первую очередь пусть здесь все проверили никому на потом уже дальше как и планировалось построился рефинери еще на делаем быстренько все у нас сейчас будет нормальное накопление ресурсов 1500 тут было сейчас 1300 уже более-менее будет накопление но нам позволит какие-то делать наработки швыряемся до рефинери пока что в общем с учем противник тоже в таком полусонном состоянии находится ресурсов у него немного вот поэтому он будет раз заниматься развитием там строить минимальный набор техники и прочее а у нас за счет двух рефинери здесь какой-то идет уже запас по ресурсам вот пошел строительный вертолет он очень медленный это надо учитывать по тайминам так и нам точно надо алюминий пока он долетит у нас запас времени есть тут ничего у нас не происходит идти идут к зданию соответственно так сейчас мы всякий случай им дадим приказ наступать потом захватывать все тут подлетает сейчас будет застраиваться тут у нас есть застройка сейчас проверим устроиться давай тут быстрее это нам тоже надо так и здесь сразу же выбираем артиллерийские орудия вот так желательно три ух ты у нас уже техника у ну что и что и следовало ожидать да 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 то есть он пошел в агрессию на пехоту хорошо а мы пошли на рефинере что тогда мы сейчас эту всю движуху постараемся уберечь от лишних рисков да да сейчас он тут будет это кто вайпер сюда вот наши строительные полетели раз два и третий вот у нас уже немножко тот алюминия так что мы сейчас будем выдвигать бараки то есть не бараки а склады бараки чуть позже вот о чем я говорю вот здесь конечно рискованно я в данном случае рекомендую поближе ставить рефинере но у нас есть шанс мы тем временем кидаем еще одну рефинере вот сюда посмотрите внимательно вот пошла пушка ранее в случае если здесь критические повреждения а пушки уже построены мы этот рефинере продаем и все чтобы он не взорвался и не повредил эрудия все три у нас есть вот пошла движуха сейчас они перебьют эту штуку так а тут что у нас тут у нас дело дрянь да ну ладно мы сейчас тут чуть-чуть по другому все сделаем еще один барак то есть не барака склад и сюда склад даже вот сюда все здесь у нас три пушки есть вот здесь он типа перехватывать нас начинает периодически но это не критично сейчас мы здесь сделаем как надо building completed есть так склады есть сейчас еще один с просто в развитии все в развитии у нас идет так второй готов но опять же тут не надо сильно увлекаться и думать что вы так все 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 порешаете только за счет этих орудий нет все не порешаете это надо выигрывать по времени значит две задачи основные которые мы сейчас тут делаем да нас продолжат перехватывать но придется пока что с этим смириться значит мы здесь нам главное чтоб строительные вертолеты не могли сбивать но они довольно крепкие вот поэтому как правило долетают да пролетели пролетели это хорошо все теперь значит да вот этот не факт что долетит здесь у нас есть такая вот история все значит он там нам перекрывает но и мы ему здесь перекрыли то есть вот раз два и третий даже долетел да отлично все мы ему перекрыли его первых рефинери сразу несколько штук вот сейчас тут конечно будет уже проблемки так все это надо продавать building completed не нормально пока и быстренько выходим в этих ну быстренько насколько возможно так здесь не забываем настроили транспортников и нам надо увеличение дистанции огня обязательно сейчас тем временем еще один мы ставим здесь рефинери вот это построился теперь быстро выходим в призем модуль значит с иглой сюда кидаем для прикрытия от авианалетов нужен еще один вайпер туда и стрелка так здесь у нас проблемное орудие в принципе можно пока там затишье еще одну здесь пушку запросить если долетит он сейчас отвел немножко войска так апгрейд есть все вертолет надо делать по ресурсам все хватает все нормально да отлично так что мы сделали мы ему тут ближайшее поле самое богатое на нефть перекрыли уже фактически да конечно он контролирует эту дорогу сбивает наши вертолеты но это все такое временное в общем говоря подгоняем сюда вертолетик собираем всю эту движуху и летим сюда так вот еще один рефинери так еще две пушки ставим тут раз два два одно обрейдим не надо подождать пока по ресурсам у нас не получается так все обрейдим построилась убираем на всякий случай потому что подорвется и будет повреждение обрейдим 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 теперь у них обрейд на дальность теперь смотрите вот сразу пушки начинают бить по ним с большой дистанцией мы облетаем сейчас не будем тут рисковать то есть получается мы сосредоточили уже такую огневую мощь здесь что даже его минометы не сильно помогают хотя должны помогать да да вот есть повреждение но все равно не так страшно раз раз есть все отлично не забываем захватывать есть так есть и еще теперь он под огневым контролем здесь находится фактически говоря таким умным языком здесь конечно повреждений нанесли они но не критично подлетаем так сейчас здесь светится этот огонек и мы все равно будем дальше строить неизбежно надо подождать надо подождать так пролетаем сюда и пошли в обрейд захватываем так есть теперь сюда нам надо пехота с авиазащитой скажем так с пзрк потому что здесь у нас будет большая проблема если он подгонит сюда значит эти авиацию не забываем отстраиваться все и теперь здесь у нас вот запас есть небольшой средств мы еще сюда кидаем теперь апгрейд у нас есть тем временем делаем электростанцию собираем всю эту движуху так есть перекидываем сюда поближе на всякий случай отлично этот мы пока не трогаем пусть он будет у нее под контролем нам не страшно это и пленные собираем хорошо здесь прокачано здесь захвачено нормально кажется полной гарантии нам не дает но тем не менее сейчас у нас еще появится здесь помощнее история так вот у нас успешно так сбили транспортник удачно своя же артиллерия приходится вызвать новый развернули еще одну и так же быстренько здесь артиллерия все пока это конечно очень дорого нам все обходится но сейчас он будет окупаться уже как минимум добычу мы ему здесь обломили то есть то есть у него там явная нехватка но это еще нам никаких полный гарантий не дает того что мы там всех победили так сказать туда еще можно подогнать автоматики на всякий случай сейчас мы попробуем зарядить этот еще один банк который у него под контролем все теперь выходим в авиацию обязательно и следуем восстановление зданий так ага ожидаемо все время он отряд с пехотой выкидывает вперед мне так это нравится так ну тут уже вертолеты это мы ожидали немножко правда не успели но ничего и сейчас наши эти джипы выкосят эту пехоту по идее так что у нас тут с авиации точнее так сказывается уже нехватка алюминия сказывается ну тем не менее вот мы захватили все отлично более-менее по захвату что у нас тут авиация творит свои вещи злые да ну время мы выиграли сейчас мы можем попробовать такую хитрую тактику значит не подождем пока рискованно сюда мы полетим сейчас еще одного сюда слишком рискованно так здесь все 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 микрим по возможности насколько хватает скилла так но здесь мы даже смогли спасти этот вот вот вот-вот-вот отлично 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 вот так вот полный контроль отлично теперь нужна лаборатория нам лаборатория нужна блин а неудобно как а вот отходим все да тут надо срочно захватывать начну все равно не успели мы еще один барак отстроить чтобы там пленных дополнительных держать но уже как получилось так получилось и сандер так есть сюда там готовы автоматики подгоняем их сюда там туда мукаш еще не исследовали этот перехват ракет но ничего вот поэтому потихоньку будет бить конечно следуем дальнобойность так и здесь контрмеры и скорость самолетов сразу же еще призом модуль из андерс так сейчас мы эту вот так вот вот так вот и на так здесь у нас стоять вот сюда одного возьмем контрактами для перехвата пленных вот сюда здесь и здесь здесь так ну вот принципе экономически мы уже его начали побеждать так так это не связываться а вот они вот они так сейчас еще еще одна рефинери у нас где 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 а его сбили разведчика нашего ну хорошо вот еще одно рефинери разворачиваем и не забываем что он может просто очень круто здесь пойти в ядерку все наши старания очень сильно начнут не оправдываться видимость так и здесь еще орудия и турельку рельсовую и поближе склады перехват ракет исследуем так все есть сюда на ремонт еще немного пехоты все теперь у нас это дорога под контролем вот и нас еще автоматики тут им начинают портить всю историю строительного сбили нашего но ничего страшного повторно делаем так и нас ресурсы есть поэтому мы быстренько разворачиваем еще один еще один один постоянный добычек значит этого редкоземельных но тут у нас уже все есть сейчас да и следует еще это будет полный порядок отремонтировали это под нашим контролем да кстати чих не закинул сюда интересным так это все в принципе теперь можно поездить по разведывательству вот получается он выезжает дорогостоящий июня 2000 стоит он пытается нарушить наши перебить эти пути подвоза нефтедолларов перехватить мы тем временем контролируем полностью эту дорогу еще делаем автоматика там принципе особо нам больше ничего там и не надо тем временем здесь есть построилась так не забываем про защиту от ядерки у нас уже и предел по электроэнергии тоже делаем загружаем так еще кого-нибудь вот рельсовая же срабатывает здесь перехват здесь ничего не может построить значит еще здесь кто-то есть все снайпера но я так и ожидал да 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 там надо нам хоть один из этих подогнать мы сейчас мы сделаем там вот так вот и значит здесь все укрепим здесь позицию еще дополнительно это можно на разведку послать это тем более уже отлетался он сейчас зарядиться вскоре все построили обрейдем на радиус и количество здесь выйдем на обнаружение авиации ранее вот сюда не идем сюда потом сюда где-то вот сюда так хорошо назад 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 ухты 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 нас тут прям ждали ну хорошо погоню вот он есть обнаружили один и вот еще есть понятно понятно хорошо недолет так нужно и оборзеть немножко а чё-то нет все и теперь значит кого еще мы возьмем здесь пару этих скорпионов средствами пушками быстренько высаживаем пехоту занимаем здания и сюда поехали обратно так здесь у нас с редкоземельными пока плоховато но для нас это не принципиально в принципе уже вот сейчас они будут атаковать понемножку и наши будут им отвечать пошла ракета ядреная здесь я не видно это выстрел с пушки тора видно это не но у нас тут уже есть небольшой запас сил для атаки сейчас посмотрим вот он бах сбил вот как это важно главное это вовремя все делать строить строим строим так наверно надо больше на алюминий все подъехали мы полный контроль короче у нас уже за экономикой противник туком ничего сделать не может так и не понял ты как сюда добежал то интересно обратно сюда открыт комплект и значит здесь мы защищены все теперь принципе можно делать уже войска для атаки в общем экономически мы уже здесь победили противника пережатые основные пути нефтедобычи он ничего не может здесь делать абсолютно ничего не может сделать и все и уже вот можно сказать это своего рода победа сейчас мы еще подумаем свой вертолет с пехотой чтобы проконтролить еще подвоз редкоземельных обретим здесь на дальнобойную ракету для шершени и гвинчи вот то есть увеличивает ранг атаки удваивает и в общем они бьют по навесной траектории то есть такой супер апгрейд пошел здесь нас этот понятно что он тут для разведки для отвлечения внимания а мы пока здесь перекрываем пехотой все дело сделано в принципе больше тут особо ничего не надо здесь мы ему добычу времени закрыли вот здесь у нас уже готов второй завод в общем то все сейчас мы подготовим нашу армию победа и тяги за горами тем временем уже спокойно можем занимать вот эту еще рефильный наш противник даже толком добраться и не может точнее он может там контрат атаковать но для этого им надо будет вот эту армию так в нас уже встречают наиболее эффективно у них атака авиации тогда когда автоматики отвлекаются на атаку на земных целей из-за этого получается не самый оптимальный результат но в общем-то это все нюансы основную работу мы проделали сейчас мы соберем армию в общем лучше здесь отвести сейчас попробуем здесь авиации помочим так что с алюминием так ну что успеваем да 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 есть апгрейт комплитет Пока тут армия строится, мы еще покинем туда подкрепление. Собрали? Собрали. Поехали. Так, и алюминий нам не помешает явно, которого уже у нас тут вообще не хватает колоссана. Еще кто-то есть. Здесь мы все перекрыли. Здесь у нас формируется потихоньку армия. Ну куда ты? Отсюда давай. Захватывай. Есть прикрытие. Так, тут у нас все с алюминием, в общем, даже ждать не будем, наверное, этого все. Слишком долго будет. Профилактически пролетаем здесь сейчас. Хорошо. Так, армия у нас тут готова. В общем-то, да. Сейчас мы еще сюда подгоним. Поехали сюда. Так. Ну, в принципе, у нас так как много нефтедолларов, мы еще можем этих скорпионов настроить. Но не помешает. В рейд пехоте на живучесть. В рейд, ну не, не будем невидимое сделать. Она мешает нам. Сейчас будет атаковать немножко мешать. Потому что они все в инвиз автоматически входят. Медленнее всех тут автоматики, а потом уже за ними едут эти ремонтные бремы. Скорпионы самые шустрые, с базовой техники, ну, конечно, с прототипов Vextra. Самая быстрая. Так, все готово. Поехали. Здесь собираемся и атаку. Противник ничего тут не предпринимает. Потому что мы изначально перекрыли доступ к нефтедолларам. Он застопорился в развитии. И, соответственно, теперь это все, конечно же, крайне негативно на нем сказывается. Подгоняем сюда вертушку. Здесь армия готова. В принципе, идем в атаку. До сюда. До сюда. Нет, до сюда. Так. Все под контролем. Здесь строится. Полный порядок. Выработалась, но пусть стоит. Все. Вот. Вот мы сейчас тут врываемся. Да, часть армии мы потеряем, но ничего. Да. Тут он еще накопил кое-какие силы. Нам придется отсюда драпать сейчас. Вот сюда. А если вы в порядке, то стоит нет. Надо убить его. Нет, нет, нет. Давайте бить его. Лучше. Это мы армию пока придержим. Вот сюда и мы зайдем сейчас. Они идут у нас куда бомбить домик этот не долетели Есть еще избили ему два тяжелых бомбардировщика то есть это все уже фактически на него критические потери надо вводить его пока его патриоты не сбили Ну в принципе все наверное сейчас мы еще ему вот это ПВО уничтожим так все равно потери крупных избежать не удалось Ну в любом случае не уже шансов никаких потому что за нами экономическое преимущество вот и плюс мы больших ошибок тактических не допускаем поэтому в общем военно тактическое и стратегическое преимущество тоже получается за нами Да конечно эти плохо подходят для штурма поэтому желательно вот этих пару подгонять тут у нас есть что-то не ничего так они будут долго ебить есть сейчас мы этих самых шустрых отведем улетел потому что света не хватило где там наши вот они едут но тут буквально никто уже не уцелил то есть они тут и не нужны уже все вот последний рывок уже в принципе победа очевидна все в принципе даже супой строить ничего нет смысла склады так есть все подошло это армия то что мы не успели разведать сам начало но нам так и не понадобилось так хорошо этих можно позахватывать в принципе для нас тоже не имеет значения так и в общем то эта армия у нас готова для атаки все склады построились максимум по ресурсам все готова к атаке так поехали все Зонов складов не хватает. Так, ну, погодите. Сейчас мы быстренько тут склады. Так, продолжим. И так, все практически база у них уже уничтожена. Два последних стратегических здания. Одно. Это диспетчерская. Все, отводим. Так, еще у нас тут есть интересная, супермощная против зданий. Это вот эта штука. Сюда и сюда. И какой-нибудь век 100 вперед. Да не стрелять же, я сказал. Эх, ладно. Чуть-чуть быстрее получилось. Так, и так, 47 минут мы вложились. В общем-то, для стратегии это очень быстро. Потому, что для картеля столкновения с армией США обычно где-то в полтора часа влетает времени. Вот. И здесь мы практически очень-очень неплохо справились в разу-два быстрее. Вот. Потому, что в отличие от химеры, у картеля нет экстра быстрого накопления ресурсов за счет исследований для рефинери. Но в долгую, как правило, картель довольно-таки сильный. Вот. Такая получилась у нас результативность. Соотношение примерно один к двум. По потерям и уничтоженным. По ресурсам разница просто огромная. Вот это самое-самый большой. Самый большой успех в этом уровне. Это то, что мы перекрыли доступ к нефтедолларам. Соответственно, он не мог нормально развиваться. Он не мог нормально строить технику. И на том направлении действовать. Вот. Это позволило нам сразу законтролить один банк. А потом уже законтролить и второй банк. Мы перекрыли ему центральную дорогу. Подступ такой к нашим позициям. Которая между этими возвышенностями находится. Вот. То есть, сразу низко целей добились. И по ресурсам превосходства в нефтедолларов в пять раз. Вот. Это очень сильно сказалось. Вот. Поэтому у нас и рекорд по счету в три раза больше, чем у соперника. Вот такая получается история. Ну и здесь соотношение по пехоте. В основном у нас потери были из-за сбитых грузовых вертолетов. Вот это основная часть потери. В остальном потери небольшие. Да. Но Вехиклс тоже, конечно, тут довольно много. Потому что и легкая техника, типа джипов, разведчиков, скаутов. И Скорпиона у них живучесть низкая. Вот. Поэтому тут тоже довольно много получилось. Ну, в принципе, для картеля это нормально. И у них техника не сильно дорогая в целом. Особенно первой линии. Ну, по самолетам здесь примерно. Оружие мы вообще не использовали. Специальное. Вот. И по зданиям вообще соотношение колоссальное в нашу пользу. Вот такая вот история. Ну и соотношение эти две. Точнее один к трем получается. Один к двум. Один к двум. Две трети наши, одна треть его. Такая вот история. В общем, интересная тактика. Довольно-таки. В принципе, там можно было и быстрее его защемить. Но в этот раз мы постарались максимально выстроить именно сильную оборону. Вот. И, в общем-то, перекрыть ему доступ к ресурсам. Тоже довольно быстрый способ победить противника. В принципе, там можно было попробовать пойти в массу скорпионов и масса автоматиков. И, в общем-то, влететь к нему в центр базы. Двумя группами разделиться и, в общем-то, таким образом, атаковать его ключевые здания. А две группы ему бомбить было бы очень неудобно. Он бы отбомбил одну. Ну, у нас еще одна уцелела бы. И мы эту. За счет этой группы остаток. Его базы бы вынесли. Ну, в общем, получилось как получилось. В принципе, если хотите ускорить результат, постарайтесь, во-первых, не втыкать с подвозом алюминия. То есть, если он у вас заканчивается, быстро искать новый рифинерий. И быстро вы уходите в прототип БАЙ. Потому что в ВЕКСТРЫ, в общем, плюс... Вылетел он у меня сейчас головой. Вот эта ракетная установка самоходная. Они хорошо против зданий. ВЕКСТРЫ вылетает вперед. У нее много ХП. Она нарушает строй противника. Вместе это все со скорпионами, автоматиками формирует такую хорошую ударную группу, которая, в общем, быстро влетает в центр позиции противника. Не дает американцам использовать свои основные фишки. Это типа артиллерии. Энлоз. Мощный, но неповоротливый. И Абрамсов и так далее. Бомбардировщиков тяжелых. Вот. Вот это надо тоже учитывать и использовать. Такая интересная тактика. На сегодня, если понравилось это игровое видео, понравилась тактика, ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...